Работы на лыжной базе идут полным ходом, а между тем отставание от графика составляет практически две недели. Если верить вот этому плакату, сдать объект должны были 27 ноября. На благоустройство первой очереди лыжной базы направлено около 40 миллионов рублей. Эту территорию саровчане выбрали голосованием по определению приоритетных проектов формирования комфортной городской среды в марте прошлого года. Генеральный подрядчик – дорожно-эксплуатационное предприятие. По проекту на лыжной базе должны появиться новый стартовый городок, трибуны на 200 мест, судейские домики, эстакады для лыжников, велопарковки, система видеонаблюдения, детская площадка на натуральном покрытии и футбольное поле. Все объекты согласовали с заинтересованными жителями. Сразу несколько изменений видны невооруженным глазом. Например, заасфальтировали круг, по которому ученики начальных классов и дошкольники бегут 500 метров над ней бегая на лыжне России. Еще появились новые трибуны, обновляется судейский городок. Футбольное поле обнесено оградой, ворота еще не установили. Рабочие завершают укладывать плитку на зрительскую площадку. Продолжается поставка малых архитектурных форм. Параллельно начался монтаж системы видеонаблюдения. Часть дорожек еще не асфальтирована. Также проект предусматривает систему лыжных трасс и прогулочных дорожек с освещением, детскую спортивную зону и зону тренировок авиамоделистов, которые могут появиться в последующие годы при наличии финансирования. Мы отправили запрос в администрацию с целью выяснить, почему произошло отставание от сроков, какие работы еще предстоит сделать, и когда лыжная база будет полностью готова. Канал 16 следит за развитием событий. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.